В эфире информационная программа «День города». В студии Наталья Новик вам. Здравствуйте. О событиях этого дня расскажут наши корреспонденты. Смотрите в этом выпуске. А воссыны не там. Несмотря на непродленную лицензию, рынок в торговом городке по-прежнему работает. Мы писали, мы писали, наши пальчики устали. Сегодня в мире отмечается день ручного письма. Мороз и солнце – день чудесный. В Рязани ожидается очередной перепад температуры. Рынку торгового городка вынесли окончательные приговоры ликвидировать его лицензии на ведение деятельности из стекла в январе этого года. Новые администрации города выдавать не собирается. В качестве альтернативы на этом месте с 28 января должна появиться ярмарка выходного дня. На месте событий побывала Галина Ершова. Здесь по-прежнему работают торговые палатки и ходят люди. Но теперь незаконно. 1 января 2017 года истекла лицензия рынка «Агрорязань», больше известным как рынок у торгового городка. Точно одним сгущаются давно. Целое десятилетие ходят слухи и поступают угрозы, но до конкретных действий пока не доходило. Поэтому и сейчас в окончательную ликвидацию никто не верит. Официальных документов нам вообще никто никаких и не показывает. И не предлагают нам, например, завтра рынок закрылся, приходите у нас работаете или что-то. Нам никто ничего не предлагает. Никого не было, никто не приходил, ни о чем нам не говорил. Стоим в неведении, работаем, работаем. То есть никаких... Нету-нету, никого не было. Ни с администрацией, ни оттуда, ни сверху, ни откуда. Мы в неведении сидим. И такая тоже не работа. Подвешенное состояние уже надоело просто. Мы не можем ни товар закупить, ни в полную силу работать. Так, ходим. Закрытый рынок делать. Это проще простого. А создать условия для работы... Мама, не хочу. Елена торгует здесь уже 20 лет. До пенсии ей осталось 2 года. О том, куда идти, если рынок все же закроют, не хочет даже думать. А между тем, администрация города настроена решительно. Продлевать лицензию они отказываются из-за отсутствия на территории рынка капитальных строений. Для модернизации имеющихся, оставшихся со времен СССР, уже несколько раз пытались найти инвестора. Но безрезультатно. Поэтому с 28 января на месте рынка откроют ярмарку выходного дня. В ней примут участие больше 30 сельхозпроизводителей региона. В том числе на нее приглашают предпринимателей, которые торговали здесь раньше. Но этот вариант продавцам совсем не нравится. И как нам сказали, расторговывать товар из администрации рынка 28 вам хватит, а он мне не подсказал, куда мне 29 выйти. Я тоже хочу кушать и мне нужно за квартиру платить. Нерегулярность и нестабильность – вот что пугает людей. Где гарантия, что после первой ярмарки власти организуют вторую? К тому же такой формат работы открывает возможности для финансовых спекуляций. Участие в ярмарке условно бесплатно, то есть деньги. Собранные сельхозпроизводители идут на хозяйственные нужды, среди которых, например, уборка снега. Однако в том, что все они пойдут на благо граждан, люди сомневаются. В данный момент они подали обращение в прокуратуру и повторное обращение к губернатору Рязанской области. И мы на этом не остановимся, будем писать, может даже Путин позволим, потому что горячие линии есть. Сейчас администрация города готовит официальный ответ. Мы будем держать вас в курсе событий. Ежегодно 23 января в мире отмечается День почерка. Еще его называют Днем ручного письма. Учрежден такой необычный праздник с целью напомнить всем нам об уникальности этого способа коммуникации, о необходимости практиковаться в нем и о неповторимости почерка каждого человека. В современных реалиях мы начинаем забывать, что такое писать от руки. Поэтому праздник особенно актуален. Формирование почерка начинается в младших классах. Развитие личности ребенка накладывает отпечаток на то, как он старательно и аккуратно выводит свои первые буквы. Желающих строчить, как курица лапой, здесь не найдешь. Многие люди хотят писать красиво, но у них, может быть, почему-то не получается, но нужно к этому стремиться. Письмо человека судят его личность, его качество, качество человека. Я, допустим, буду писать плохо, то если я пошлю кому-то письмо, то человек не разберет, что я написал и не поймет, что я до него хотел донести. Ну, мне просто самой хочется писать красиво и мне хочется гордиться своими работами. Я считаю, что писать красиво нужно для того, чтобы, когда ты вырастешь, тебя, если ты будешь умная, то возьмут на работу. Но если ты будешь некрасиво писать, мне кажется, то, ну, возможно, скажут и тебя не будут там повышать в должности. Например, письмо шлют с какого-нибудь лайнера, который потерпит крушение на землю, то если почерк будет неразборчивый, то не поймут, что этот лайнер потерпел и много людей погибнет. Если человек пишет некрасиво, то это судится и по всему, по человеку. Потому что почерк некрасивый, значит, и человек тоже неопрятный. Научиться красиво писать может каждый. Для этого необходимо желание, трудолюбие и, конечно, упорство. Об этом, как никто другой, знают учителя начальных классов. Ну, во-первых, это выработка коммуникативных навыков, это выработка внимания, письмо приводит. Это выработка устойчивости, упорства, усидчивости. Качество очень много развивается, когда пишут. И очень часто ребенку бывает трудно понять, почему у мамы с папой плохой почерк, а мне приходится работать, сидеть над буквами. Поэтому вы сами прекрасно понимаете, что красивое письмо – это залог, конечно, и высокой отметки. Но есть случаи, когда почерк становится объектом исследования. То есть, допустим, установить последовательность выполнения подписи надо будет очень много движений. Для судебной экспертизы почерк почти то же самое, что и отпечаток пальца – один из важнейших индивидуальных признаков. Поэтому неудивительно, что благодаря всего лишь нескольким написанным от руки словам было раскрыто множество преступлений. То есть, человек выполнил записи. Даже если он пытался внести в них какие-то изменения своего почерка, называется автоподлох, то, в принципе, также при предоставлении достаточного количества образцов будет легко определить, кем выполнены данные записи. То есть, у каждого человека со школьного периода еще, когда начинает человек писать, его родители обучают письму, у человека сформировается письменно-двигательный навык, который со временем, где-то, ну, как установлено, годам к 20-30, он становится стабильным. То есть, у человека есть определенные признаки, признаки почерка и выполнение определенных букв, символов, там, цифр. Для криминалистов почерк – это важнейшая зацепка в раскрытии преступления. Цель экспертов почерковедения – установить подлинность того или иного документа. Проблема возникает тогда, когда, ну, скажем так, лицо, которое вот хочет поделать, оно либо использует технические приемы какие-то, либо делает это с тренировкой. Это то же самое, что великий художник написал картину. А потом с этой картины начинается делать современными художниками по чему-либо заказу, да, с какой-либо целью мы не будем сейчас ее озвучивать. Делаются копии. В принципе, очень близко. Но манера письма, манера накладывать мазок, примененные кисточки и так далее – здесь то же самое. Сегодня эпистолярный жанр постепенно уходит в прошлое. Люди все чаще набирают тексты на клавиатуре компьютера, а письма отправляют по электронной почте через интернет. Однако в жизни каждого человека иногда возникают ситуации, когда кому-то добрые и искренние слова хочется написать своим неповторимым почерком. Влияние соцсетей на граждан обсуждалось неоднократно, не со всех сторон. Однако недавно обострился следующий вопрос. Может ли работодатель отказать человеку в трудоустройстве, исходя из данных, полученных из его страницы в соцсети? А именно, количество друзей в аккаунте или же, например, их отсутствие? В теме разбиралась Анна Герцовская. Действительно ли количество друзей в аккаунте может говорить об уровне развития человека? Скорее всего, нет. На этот вопрос именно так отвечают психологи. Люди разные. Мы разные по общительности. Есть люди-интроверты, есть люди-экстраверты. Есть люди, которые свои странички в социальных сетях заводят для того, чтобы знакомиться. Знакомиться с определенной категорией людей. И возрастные особенности тоже здесь играют большую роль. Обычно подростки, молодые, общительные люди, свойства возраста, они хотят иметь много контактов. И чем больше у тебя контактов, тем ты более, скажем так, востребованный. И поднимает это самооценку человека. А некоторые люди избирательно относятся к добавлению друзей. Ну, это уже более люди, скажем так, взрослые или более ответственные, понимающие, что страничка социальная ВКонтакте – это не проходной двор. А ведь недавно в интернете появилась информация о том, что человека с небольшим количеством друзей в соцсетях не взяли на работу. Конечно, это возможно, но не всегда именно так происходит. Работодатель, безусловно, обратит внимание на страничку в соцсетях того человека, который хочет устроиться на работу. Но скорее лишь для того, чтобы узнать, что он из себя представляет. Ведь получасового собеседования с представлением резюме, диплома о высшем образовании недостаточно. Скажем, пришел кандидат, он себе хорошо рассказал. Мы ищем менеджера по продаже. Такой бравый парень, коммуникабельный. Смотрим на странички. И, предположим, у него все картинки, которые там есть, фотографии с ним, это такого бурного времяпрепровождения, отнюдь не спортивного толка. То есть, назовем так, да, компании, гулянки. Мы можем сделать предположение, что, наверное, это его привычный формат. И, возможно, это может негативно сказаться на работе. То есть, я бы не советовала делать вывод немедленно, что этот кандидат не подходит. Но имеет смысл запросить рекомендации по предыдущим местам работы, не мешал ли такой образ жизни работе в целом. Конечно, на странице в соцсетях можно найти много информации о человеке, его религиозных убеждениях, жизненной позиции, хобби, вредных привычках и пристрастиях. Поэтому люди, которые стремятся к высоким, серьезным постам, должны стараться фильтровать всю информацию на своей странице. Так или иначе, на нее обратят внимание коллеги и деловые партнеры. А ведь нужно выглядеть достойно не только в жизни, но и в интернете. Поскольку то, как вы представляете себя в соцсетях, это тоже ваша жизненная позиция. Представление себя в социальной сети – это тоже позиция человека, чего он хочет. Если, например, девушка хочет модельную карьеру развивать, у нее могут быть одни фотографии. Если девушка, например, хочет получить место, скажем, главного инженера или какого-то другого ответственного сотрудника, который должен некоторую информацию личную держать при себе, наверное, не очень правильно выкладывать свои фотографии, пляжные какие-то или очень интимные, для того, чтобы быть уязвимым. Таким образом, не он только становится уязвимым, но и компания, которая принимает этого человека, становится уязвимой. Оказалось, что те люди, которые не имеют страниц в социальных сетях, не относятся к социальным личностям. Это нормально. Есть тысячи примеров успешных, известных людей, которые довольно хорошо налаживают и поддерживают контакты в реальной жизни посредством телефонного общения или скайпа. Масштабное ДТП произошло на северной окружной дороге Рязани. Машину после столкновения со столбом разорвало на две части. Водитель транспорта погиб под потерей крови. Подробности у Алены Куколевой. В Рязани у съезда к торговому центру Круиз, расположенном на окружной дороге, произошло масштабное ДТП. Отказ тормозов привел к вылету транспорта на встречную полосу движения, что спровоцировало череду столкновений. Остановил движение машины столб. Столкновение с объектом было совершено на огромной скорости, так что машину разорвало на две части и выкинуло на обочину. Согласно словам очевидцев, все водители, участвующие в столкновении, сразу же покинули свое авто и попытались помочь пострадавшему водителю. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, пытались оказать помощь пострадавшему, однако он умер от потери крови. На окраине Рязани полицейские раскрыли разбойные нападения на дом пенсионерки. Подозреваемого задержали, похищенные изъяли. Подробности далее. В полицию обратилась 86-летняя жительница Рязани. Утром в ее дом на окраине города ворвался незнакомый мужчина, который сбил пожилую женщину и забрал из ее верхней одежды деньги. Всего 11 тысяч рублей. Уходя, преступник похитил телевизор. На место немедленно выехали сотрудники полиции. Они опросили местных жителей и установили свидетелей того, как злоумышленник скрывался с места преступления. Мужчина имел характерную внешность и манеру одеваться, поэтому установить его личность не составило труда. Полицейские разыскали злоумышленника и задержали его во время распития алкогольных напитков. Выяснилось, что в то утро ранее судимые 64-летние жители Рязани уже употребил большое количество спиртного и о нападении на пенсионерку помнят плохо. Погода этой зимой разнообразна как никогда. Из температурных минимумов мы попадаем в температурные максимумы. И похоже, что это уже становится традицией. О том, чем порадует природа на этой неделе, далее. Похоже, что на этой неделе погода вновь совершит и сальто с переворотом прогнувшись. По сути, это будет повторение новогоднего сценария, только в сжатом формате. Тогда новогодний оттепель сменила и с 30-ти градусными морозами на Рождество, которые, в свою очередь, уступили новой оттепели на Старый Новый Год. Теперь перепад температуры составит меньшее количество градусов. Зато резкие взлеты и падения произойдут за несколько дней. На смену почти мартовской оттепели вернется январский мороз. Но, как обещают синоптики, на этот раз ненадолго. Завтра еще будет тепло. Погоду в нашем регионе будет определять очередной атлантический циклон. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, местами метель. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега и гололед. Ветер западного направления будет усиливаться до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток будет от 0 до минус 5 градусов. А вот 25 и 26 января с ростом атмосферного давления вероятность осадков уменьшится. А с затоком холодного арктического воздуха ожидается постепенное понижение температуры. Уже в четверг ночью ожидается до минус 18-23 градусов. Днем 13-18 со знаком минус. А дальше снова начнет теплеть. И до конца недели погода будет носить неустойчивый характер. Временами ожидается небольшой снег. А преобладающая температура ночью составит минус 7-12 градусов. Днем ожидается от 1 до 6 градусов мороза. В общем, выходя из дома, не забывайте посматривать на термометры и одеваться в тренде климатической ситуации. Ну и, конечно, наслаждаться вот таким вот разнообразием зимних дней, которые преподносит нам природа. На этом все. Новости и другие программы смотрите на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего продолжения дня. Субтитры создавал DimaTorzok